Николай Цаскоридзе, пожалуй, истинное воплощение слова культура. Глядя на артиста, так и хочется лишний раз купить билеты в театр и пересмотреть Лебединое озеро. Николай остается одним из немногих, кто еще понимает важность искусства и образования. Сегодня он один из ведущих балетмейстеров мира, а попасть к нему на уроки мечтают танцовщики со всего света. Цаскоридзе сокрушается, что современная молодежь практически не ходит в театр и не читает книг. Не секрет, что сейчас у молодых людей уже другие кумиры. Среди таких, например, Даня Милохин, который всего одной встречей умудрился не просто удивить, а привести Цаскоридзе в ужас. Во время нового интервью балетмейстер вспомнил свое знакомство с тиктокером. Николай рассказал, что как только увидел Даню, то сразу понял, этот человек уж точно о Шекспире и золотом веке Голливуда говорить не станет. Я смеялся всегда до появления Дани Милохина. Как бы понятно, что уровень образованности и осведомленности этого мальчика, который стал очень известным, ниже уровня моря, объяснил Цаскоридзе. И ладно бы такой Дани был в единственном экземпляре. Случилось так, что под эту тиктокерскую волну попали подающие надежды юные танцоры. Николай рассказал, что даже прирожденные артисты теперь стремятся зарабатывать миллионы на видео. Когда я увидел, какое количество людей ему подражает, я понял, что это очень страшно, сокрушается балетмейстер. Кроме того, беда в том, что есть большое количество людей, которые во имя славы готовы выставить себя на посмешище. И речь не только о блогерах вроде Дани Милохина. Некоторые даже именитые коллеги Цаскоридзе тоже отличаются, когда ходят по интервью, стремясь урвать свой кусок славы. Если бы я пришел на интервью и понял, что это никому не интересно, я в жизни больше рта бы не открыл. Но есть вот эти люди, которые очень хотят быть интересными, к сожалению, но им это никогда не будет свойственно. Они посмешище. Мне никогда посмешищем быть не хотелось. При этом Николай уверяет, что отыгрывать звездность лично он не стремится. Цаскоридзе знает, что своими заслугами он уже навсегда обеспечил себе место в истории балета.